В офисе компании General Electric в США до сих пор горит рождественская ёлка. Не гасит её нарочно, ведь она часть серьёзного эксперимента. Праздничное дерево сделали из революционно новых органических светодиодов. Учёные не сомневаются, скоро благодаря этой технологии компьютер, дисплей и осветительные лампы изменятся до неузнаваемости и к тому же сильно подешевеют. Как это возможно, разобрался Сергей Малозёмов. Три, два, один! Даже металлу. Ведущие мировые производители электроники вложили в эту технологию миллиарды и уже получают первые результаты. Вот, например, гибкий сверхтонкий дисплей, а вот электронная бумага. В демонстрационных роликах их нещадно. Бьют, ломают, отрезают куски, а они работают, как ни в чём не бывало. Это же пластик. С помощью таких тестов для ряда органических светодиодов были получены оценки времени жизни около одного миллиона лет. То есть миллион лет вот это вот устройство может жить. То есть оно может жить бесконечно. Создатели органической электроники ставят свою разработку в один ряд с эпохальными, историческими открытиями, изменившими мир. Изобретение транзистора дало нам портативный радиоприёмник. Благодаря микросхеме появился персональный компьютер. И вот теперь грядёт новая электронная революция. Привычные устройства станут плоскими, гибкими, потребляющими малой энергии и, самое главное, гораздо более дешёвыми. Колыбель этой революции внутри склянки, охлаждаемой жидким азотом. Там синтезируются те самые волшебные полимеры, которые заменят в электронике очень дорогой и хрупкий кремний. Нами были получены молекулы, которые способны сами организовывать упорядоченный монослой, обладающий полупроводниковыми свойствами. Химик Сергей Пономаренко вместе с коллегами из Европы недавно опубликовал в журнале Nature отчёт о создании умных молекул, всего один слой которых работает как целый процессор. Трущина этой плёнки оценочная будет составлять меньше 100 нанометров. В подмосковной черноголовке из молекул Пономаренко создают светоизлучатели, фотосенсоры и солнечные батареи. Расход материала микроскопический. Такая же стоимость. Эти часы, они работают и питаются от вот этой солнечной батареи. Если мы прервём свет, мы видим, что стрелка часа восстанавливается, мы снова даём свет, часы снова идут. Преимущество этого типа батареи заключается в том, что мы можем понизить цену электроэнергии в пять раз. И главное, процессор или экран по этой технологии можно будет просто напечатать на чём угодно, хоть на бумаге, как делает принтер. В итоге мини-компьютеры, настолько дешёвые, что не жалко потом выбросить, появятся везде. В упаковке любого товара, сразу получаешь о нём полную информацию. В одежде, которая сама вырабатывает ток, наверняка электронной станет вся пресса. Я взял телефон, значит, у меня, видите, экранчик очень маленький, да, вот. Значит, вот, если бы этот экранчик был в виде рулончик, который разворачивается, вот, пожалуйста, я про... Значит, действительно, электронная бумага, электронная газета. Всё будет пластиковым, даже лампочки. Супер энергосберегающие и тоже очень дешёвые. Сейчас учёные бьются над тем, чтобы сделать их свет белым, пока выходит какой-то зеленоватый. Скоро обещают сделать светящиеся стены, пол и потолок.